На последнем заседании собрания Гагрского района депутаты дали свое согласие на создание нового муниципального унитарного предприятия «Курорт Гагра». Распоряжением главы администрации Гагрского района на заседании собрания депутатов Гагрского района было принято решение о создании муниципального унитарного предприятия «Курорт Гагра». Это сделано прежде всего с целью централизации всей курортной индустрии. Данный МУП будет заниматься курортным сбором. Курортный сбор взимается в размере 30 рублей. Взимается он с иностранных граждан, прибывших на территорию Гагранского района, с целью отдыха на срок более трех дней. От курортного сбора освобождаются лица, не достигшие 14 лет, инвалиды первой, второй группы и сопровождающие их лица. Что касается туристических фирм, в прошлом году, чтобы получить разрешение на место реализации турпродукта, директорам турфима приходилось получать у нас обходной лист, с этим листом отправляться в УГХ, оплачивать, приходить к нам обратно. Мы выносили это на комиссию и после только люди получали разрешение. По новой системе человек приходит сюда, пишет заявление на имя главы администрации, это передается сразу на комиссию, после уплаты он сразу получает разрешение. То есть смысл одного окна, он в данном контексте присутствует, потому что человеку не нужно ходить туда, сюда и так далее. Все решается в администрации Гагранского района. Второе, а еще что хотелось бы отметить, сегодня начало апреля, это просьба ко всем директорам турфим. Учитывая то, что лицензия дается уже на три года, у всех в прошлом году действующих турфим данная лицензия уже есть на руках. Просьба уже сегодня предъявлять свою документацию, чтобы мы уже сегодня смогли определять их места и выдавать им разрешение, чтобы не затягивать это на июнь и так далее, чтобы это все было быстро и удобно, прежде всего для них. Что касается пляжей, пляжи, как мы знаем, это главное место отдыха наших гостей. Пляжи у нас находятся не в самом худшем положении по сравнению со всей остальной Абхазией, но тем не менее они являются неблагоустроенными пляжами. На пляжах необходимо, чтобы были и раздевалки, и душевые, и медпункты, и спасательные. На это все нужны средства. Средства, взымаемые с предоставления территории пляжа для предпринимательской деятельности, будут идти на благоустройство самого же пляжа. В прошлом году, если за один погонный метр взымалось 160 рублей, в этом году также цена не меняется. Что касается технических зон, также осталось 1000 рублей за погонный метр. Те люди, которые хотят получить участок пляжа на летний курортный сезон, просьба уже сегодня обращаться к данным заявлением. То же самое касается технических зон. Далее муниципальное унитарное предприятие курорт Гагра будет заниматься размещением отдыхающих. Что касается размещения, к сожалению, деятельность частных маклеров в предыдущие годы не всегда оставляла благоприятный оттенок вообще на всем отдыхе отдыхающих. Очень часто бывало так, что люди привозили их в расселяемое место, до этого обещав совсем другое, взвинчивают цены. Достаточно распространено хамское отношение к отдыхающим. Данная организация будет заниматься расселением, начиная с границы, в том числе и в Гагринском районе, это будет на павильоне предположительно и на вокзале. Но этим самым мы не говорим, что те люди, которые занимались этим предыдущим, не могут этим заниматься. Они могут этим заниматься, это здоровая конкуренция. Но мы предлагаем им заниматься данным видом деятельности официально. И к тому же мы предоставляем в данной отрасли рабочие места на процентной ставке, естественно. То есть на границе, на павильоне и на вокзале будут пункты, как я поняла, куда они могут обратиться отдыхающие? Да. Да, там будут стоять, скорее всего, будки, в которых будет находиться оператор, у которого будет компьютер. В базе в компьютере будет дана информация о сдаваемом жилье, какие условия предполагаются, какая цена. То есть в данном случае, не в зависимости от цены непосредственно сдающего, процент будет не более 15%. То есть если раньше на своем усмотрении люди выставляли процент, сейчас будет именно 15%. Это правило действует именно на этот моб. Что касается других предпринимателей, они могут, естественно, как угодно поднимать цены. Но в то же время, если их деятельность не противоречит законам Республики Абхазии. Если человек хочет сам прийти, заключить договор, пожалуйста, на первом этаже администрации Гагринского района, с ними в муниципальном, унитарном предприятии Курорт Гагра, с ними заключен договор, он может либо с фотографиями, либо описать предоставляемое жилье. Оно будет занесено в общую базу. И по необходимости агенты данного предприятия будут связываться непосредственно с квартирознатчиком. Еще, конечно, хотелось бы отметить то, что это ряд вопросов, которые мы надеемся, мы сможем решить и осилить. Но не менее важный вопрос зависит от самих жителей. К сожалению, в предыдущие годы имела роль такая тенденция, как хамское отношение к нашим гостям. Мы иногда просто верхнее уважение оказываем к людям, прибывшим к нам для отдыха. Мы должны понимать то, что город Гагра и Гагранский районы являются не только курортным центром Абхазии, но и воротами Абхазии. И первое, с чем сталкивается отдыхающий, это именно с нами, с жителями Гагранского района. Но, ко всему прочему, развитие туризма и коммерциализация жизни не должны приводить к опошлению национальных традиций, приводить к упадку престижа национальной культуры.